Всем привет, меня зовут Виндертон, точнее это мой ник, зовут меня по-другому. В этом видео я покажу, как находить факториал. Факториал это просто, для тех кто не знает, это произведение всех натуральных чисел. От какого-то числа, например, факториал 5 равен 1 умножить на 2, умножить на 3, умножить на 4, умножить на 5. Это часто спрашивают на собеседованиях, так что делать это нужно уметь, да и вообще вы просто станете лучше программистом. Давайте напишем его на каком-нибудь языке, не знаю, давайте либо на джава, либо на c++, и не знаю, давайте напишем на c++, потому что разницы нет никакой. В данном случае я создам просто какой-нибудь проект, и как я уже сказал, факториал от числа 5 равен 1 на 2 на 3 на 4 на 5, давайте его и найдем, потому что почему нет. Неважно, какое число на самом деле мы будем искать, будет все то же самое. То есть факториал от 5 равен либо от 1 до 5 умножаем, либо от 5 до 1. Для тех, кто знает математику, это не покажется каким-то сюрпризом. То есть у нас будет вывод следующий, то есть 1 на 2, 2, 2 на 3, 6, 6 на 4, 24 и 24 на 5 будет 120. То есть у нас вывод должен получиться 120. Ну вообще мы можем на самом деле отобразить весь аутпут, то есть начиная от 1 до 120, то есть все 5 итераций. Но чтобы сделать код почище, мы этого делать не будем. Я быстренько напишу программку, в которой мы и будем все это делать. То есть это все подключаем просто iOS 3, библиотеку, делаем main, system.pause это просто Windows only, типа Windows 32 API просто запросит консоль. Return 0 это код, который говорит, что все прошло хорошо для тех, кто не знает. Далее я напишу просто функцию, которая называется факт от факториал. И здесь функция будет принимать какое-то значение и будет выворачивать это значение, умноженное на функцию, где это значение равно минус 1. То есть все. Это вся рекурсия, то есть рекурсия это возвращение функции самой же себя, если можно так сказать. То есть если говорить в контексте функции, то это так и есть. Если я сейчас запущу, то у нас будет ошибка, потому что x-1 будет работать бесконечно. То есть у нас в конце концов просто перегрузится стэк и засрется вся память. Поэтому нам нужно указать условие, что в случае x равному единице, мы просто возвращаем эту единицу. То есть программа прерывается на этой строчке, return как бы прерывает программу на этой строчке. И условие, где x, точнее return, где x умножить на факториал x-1 уже не выполняется. То есть в минус уже программа уходить не будет. И дальше мы просто, не знаю, банально выведем в консоль наш результат. То есть я напишу stdcout и передам туда нашу функцию со значением, скажем, 5, как у нас было и в примере. И если я сейчас нажму на f5, то есть я запущу нашу программу, то у нас результат будет 120. Я сейчас увеличу шрифт, может кто-то не видит, какое-то маленькое разрешение. То есть 120, как мы и хотели. Все это работает рекурсивно, можно сделать нерекурсивно. Например, через цикл фо это все вывести. Но рекурсивно это выглядит лучше, это работает лучше. Это даже с точки зрения производительности чуть быстрее, чем цикл фо. Для тех, кто не понимает, что здесь происходит, вы можете мне написать. Я попробую вам объяснить, либо в комментарии, либо в личку. Но здесь все предельно просто. Если вы просто посмотрите на код, то вы все поймете, тут нет ничего сложного. Тем более, если вы знаете, что такое факториал. Спасибо всем, кто это послушал и посмотрел. Я надеюсь, что вам каким-то образом это поможет на собеседовании. И если у вас спросят, вам точно это поможет. Попытайтесь прорешать это несколько раз. Попробовать, поэкспериментировать. Опять же, вывести это через цикл фо ранее, нерекурсивно. Если надо, спросите у меня. Я скину вам код, как это сделать через цикл фо. Если у кого-то не получится, но лучше попробуйте сами. И это вам даст просто какой-то практики. С вами был Виндертон. Всем спасибо и всем пока.